Здравствуйте, уважаемые друзья! В эфире программа «Тема дня». Мы работаем в прямом эфире, ведущая в студии Ирина Чекунова. Мой собеседник, старший инспектор по особым поручениям Управления ГИБДД УМВД России по Тверской области Шамиль Гаджевич Камилов. Шамиль, добрый день! Многие автомобилисты интересуются, необходим ли сейчас технический осмотр, кому, когда и какие сроки его нужно проходить и кто освобождается от этого технического осмотра, если такое освобождение есть? Ну, значит, отметим так, что основным нормативным документом, который у нас регламентирует порядок проведения технического осмотра, это является федеральный закон 170. Он достаточно старый закон, это еще 2011 года, но именно нас будет интересовать редакция последних двух лет, это последняя редакция у нас идет и 2021 года, в соответствии с которым у нас определены категории транспортных средств, которые подлежат техническому осмотру, и их периодичность. Ну, водителям, конечно, стоит обратить внимание, это основной полагающей является статья 15, она так и называется, периодичность проведения технического осмотра. В соответствии с данной статьей у нас определено, что все транспортные средства, проще сказать, что все транспортные средства подлежат техническому осмотру, каждое транспортное средство, в зависимости от категории, имеет свою периодичность, не подлежат у нас техническому осмотру легковые автомобили, мототранспортные средства и прицепы к транспортным средствам до 3,5 тонн, принадлежащие направить собственности физическим лицам и используемые ими в качестве, в личных целях, то есть не связанных с деятельностью какой-либо предпринимательской, коммерческой. Ну, то есть автомобилисты-любители, да? Которые вот у меня есть машина, допустим, и я могу не проходить на ней технические, обязательно технические осмотру. Да, это будет уже как... Ну, главный является момент, что это должно принадлежать физическому лицу, и он не должен осуществлять какую-либо деятельность. То есть, ну, к примеру, может быть, транспортные средства принадлежат физическому лицу, но если он осуществляет коммерческую перевозку пассажиров, в том числе легковым такси, то, соответственно, ему требуется технический осмотр. Ну, а периодичность у нас обозначена, опять же, в зависимости от категории транспортного средства. Это может быть легковой, может быть грузовой, грузовые тонны до 3,5 тонн, свыше 3,5 тонн автобусы. От этого зависит периодичность. Допустим, если это автобус, то периодичность технического осмотра по автомобилям, которые до 5 лет с года выпуска, у них установлено на год технический осмотр. Если машины свыше 5 лет, то уже раз в полгода они должны проходить технический осмотр. Ну, по легковым у нас чуть более сроки большие. Допустим, легковой автомобиль в первые 4 года не требуется. Если автомобилю от 4 до 10 лет, то техосмотр выдается раз в 2 года, на 2 года. Ну, а автомобили, которые более уже старые, это свыше 10 лет, там раз в год предусмотрен технический осмотр. Но, тем не менее, следить за состоянием своего автомобиля необходимо, да? Это нужно проходить технический осмотр тому же владельцу легкового автомобиля, который использует эту машину для себя? Конечно, безусловно. Проходить это нужно. Техническое состояние автомобиля требует внимания, и, соответственно, на дороге ваш автомобиль должен слушаться, как сказать, водителя, и водитель должен полностью владеть дорожной обстановкой, ввиду того, что его автомобиль исправен. Кстати, Шамиль, часто ли плохое состояние, техническое состояние автомобиля становится причиной аварий? Ну, конечно, наиболее часто у нас причиной ДТП становятся другие нарушения, то есть связанные с несоблюдением проезда перекрестков. Но об этих нарушениях мы постоянно говорим в нашей программе. Это стандартное нарушение, которое является причиной ДТП. Но если говорить о технических неисправностях, также это может стать причиной ДТП. Ну, к примеру, неисправность тормозной системы, неисправность рулевого управления, неисправность световых приборов в ночное время, соответственно, автомобиль не видно, и водитель не видит, управляя им. Износ шин сильный может также явиться причиной ДТП. Это водители знают. Допустим, сильный износ шин в дождливую погоду может явиться причиной аквапланирования, и, соответственно, автомобиль может попасть в неприятную ситуацию, его может нести с асфальта, допустим, то же самое в съезд, в кювет будет. А как влияет техническое состояние автомобиля на страховые выплаты в случае, если машина попадает в аварию? Ну, здесь стоит обратиться к закону Абасага. В настоящее время в случае ДТП есть перечень документов, которые необходимо страхователь должен предоставить в страховую компанию, и в нем в настоящее время указана диагностическая карта, то есть технический осмотр. И данное требование в настоящее время осталось неизменным, соответственно, это может повлиять на выплату при совершении ДТП. Но как бы в настоящее время рассматривается законопроект о том, что не будут выставлять регулы в случае ДТП водителям таких транспортных средств. Но обращаю внимание, что пока что диагностическая карта указана как перечень документов, которые необходимо предоставить страховую компанию. А предусмотрены ли наказания для водителей, которые, ну, скажем так, небрежно относятся к своему автомобилю, не содержат его в должном порядке? Да, у нас в Кодексе административных правонарушений предусмотрено наказание. Ну, ответственность за наличие неисправности и условий, при которых в соответствии с правилами дорожного движения запрещена эксплуатация, предусмотрена статьей 12.5, так и называется эта статья, по которой привлекаются водители, и основывается оно в привлечении на наличие этих неисправностей и условий. Они у нас отражаются в правилах дорожного движения. Это у нас идет приложение к основным положениям под опуском транспортных средств по эксплуатации. Помимо этого, у нас с 1 марта текущего года вступило в силу изменение и дополнение в данную статью 12.5 КУАП. была введена часть 1.1, которая так и звучит, управление транспортным средством, в отношении которого не оформлена в установленном порядке диагностическая карта, подтверждающая допуск транспортного средства к участию в дорожном движении. Причем санкция данной статьи предусматривает достаточно немалый штраф в размере 2000 рублей. Это именно с 1 марта 2022 года? Да, совершенно верно. Мы говорили с вами, уже вы упоминали, на что необходимо в первую очередь водителям обращаться внимание. Давайте еще раз перечислим. Самой основной машины, наверное, нет, неважно, да, запчасти и деталей. Но, тем не менее, в первую очередь, что может влиять на аварийность, на что нужно водителю обращать внимание в своем автомобиле? Ну, знаете как, невозможно выделить что-то одно и что-то важное содержать, а что-то не важно. А свой автомобиль в исправном состоянии должны обеспечивать все водители. Своевременно его обслуживать, потому что, ну, важно и тормозные системы, и световые приборы, и колеса и шины, потому что колеса и шины достаточно часто могут являться причиной. Да, особенно вот при смене погоды, да, когда мы с осенью переходим в зиму, это очень важно. Да, это эксплуатация зимних, летних шин, затем какие-то неисправности рулевого управления, допустим, там, тех же самых элементарных стеклоочистителей, да, там, в плохую погоду. Если человек в дождливую погоду, у него не работают стеклоочистители, то как он поедет, если он дорогу не видит абсолютно? Поэтому стоит, конечно, водителям обязательно обращать внимание на техническое состояние своего автомобиля и своевременно принимать меры к хранению каких-либо недостатков и нарушений, которые могут повлиять на качество управления. Шамиль, скажите, пожалуйста, проводятся ли профилактические мероприятия по линии технического надзора в госавтоинспекции? Мы в первой части программы подробно говорили о том, что можно, чего нельзя, и на что в первую очередь в своем автомобиле должен обращать внимание водитель. Значит, на территории Тверской области у нас по линии технического надзора ежемесячно проводятся профилактические мероприятия. В первую очередь проводятся по контролю за организацией перевозки пассажиров. Мероприятие у нас называется «Автобус». Помимо этого, ежедневно в разных муниципальных образованиях области организуются сплошные проверки пассажирского транспорта. Кроме этого, у нас проводятся мероприятия по контролю за соблюдением при перевозке пассажиров легковым такси и по соблюдению требований технического регламента о безопасности колесных транспортных средств. Данное мероприятие в большей части, конечно, заключается в выявлении технических неисправностей транспортных средств, а также в выявлении незаконного внесения изменений в конструкцию транспортных средств. Что показывают такие мероприятия? Часто ли выявляются нарушения? Ну, если взять мероприятие технический регламент, то основными видами нарушений являются такие связанности, как перечня неисправности и условий, при которых запрещена эксплуатация в соответствии с правилами дорожного движения. Ну, в числе основных, конечно, преобладает эта тонировка, то есть установка дополнительных предметов или нанесение покрытий, ограничивающих обзорность места водителя. Каждый год ведь, Шамиль, да, выявляются эти нарушения. Мы уже, может быть, привыкли даже к тому, что останавливает сотрудник ГИБДД, и водитель обреченно сдирает эту тонировку со стёбл. Совершенно верно. Само собой, также выявляются незаконные внесения изменений в конструкцию, а именно установка силовых бамперов, установка газового оборудования, незарегистрированного в установленном порядке, не прошедшего все необходимые проверки, сертификации. Установка предметов, влияющих на травмобезопасность наружных выступов, то есть это, может быть, какие-то дополнительные металлические либо другого прочного материала предметы, которые могут зацепить или травмировать пешеходов при совершении, в том числе, ДТП, соприкосновения. Помимо этого, при мероприятии автобус выявляется нарушение правил перевозки людей, нарушение режима труда и отдыха водителей, это у нас тахографы, применение ремней безопасности, как водителями, так и пассажирами, ну а также неисправности, соблюдение организаторами перевозки требований по проведению предрейсово-медицинского контроля водителей и технического состояния транспортных средств. Ну вот, коль мы перешли к автобусам, аварийность по вине водителей автобусов мы имеем в виду, возможно, и те же автобусы транспорта Верхневолжья, которых сейчас очень много в областной столице и не только. Ну, если рассматривать вопрос о аварийности, то за пять месяцев текущего года на территории Тверской области из-за нарушения правил дорожного движения непосредственно водителями автобусов отмечается небольшой рост, количество дорожно-транспортных происшествий, ну где-то на 20%, и количество пострадавших в них на 33%. Это пассажиры в основном, да? Да, пассажиры, конечно же. Основная масса дорожно-транспортных происшествий, а это порядка 80%, произошли в областном центре в городе Твери, в которых пострадали также большая часть людей, которые попали в данные ДТП. В районах области уже, конечно, поменьше, чем в областном центре. Основными видами дорожно-транспортных происшествий, совершенных по вине водителей автобусов, являются это столкновение, наезд на пешеходов, а также, ну, наиболее часто у нас встречающийся вид ДТП – это как падение пассажиров. Резко тормозит, да? Да, связано с резким торможением, ввиду того, что водитель, допустим, не соблюдал дистанцию, и для воизбежания столкновения спереди идущим транспортным средством ему приходится резко тормозить. Соответственно, пассажиры у нас, находящиеся в салоне, могут удариться у нас о поручни, либо упасть на пол автобуса и таким образом травмируются. В этой связи, как бы, хотелось обратить внимание, поскольку падение пассажиров у нас преобладает, на соблюдение мер безопасности при исследовании в общественном транспорте со стороны пассажиров во избежание травматизма. Что необходимо помнить пассажиров? В первую очередь, необходимо держаться за поручни, исключить перемещение по салону во время движения автобуса, а также по возможности занимать свободные места. Но водитель сам, человек, который совершил это ДТП, он сам несет ответственность, чтобы на будущее знал, что так делать нельзя, допустим? Ну, конечно, торможения бывают разные, но мало ли что. Ну, буквально на прошлой неделе я выходил, проводил занятия в самом нашем крупном предприятии Верхноложком АТП. До водителей доводились причины таких падений пассажиров, в том числе мы показывали в видеоряд им. Соответственно, вина водителя здесь не будет в случае, если причиной резкого торможения и вот этих всех последствий явилось действие третьих лиц. Допустим, водителя кто-то подрезал. Ну да, не по его вине. Но если водитель, соответственно, ввиду того, что он был сам чем-то отвлечен, допустим, смотрел телефон, либо какое-то общение ему пришлось ввести с пассажиром, который к нему подошел, и не соблюдая, допустим, самый элементарный пример, не соблюдая дистанцию, он понимает, что впереди автомобиль остановился, ему нужно резко предпринять меры, чтобы не совершить столкновения, он принимает меры к экстренным торможению. А сейчас время школьных каникул. Несколько слов о том, как оформить организованную перевозку детей и как и кем контролируется эта перевозка? Организованная перевозка групп детей, значит, у нас регламентируется постановлением правительства от 23 сентября 2020 года на 15-27. Именно этим постановлением у нас утверждены правила организованной перевозки групп детей, в которых указаны все требования, от сопроводительных документов до водителей, сопровождающих лиц и требования к транспортным средствам. Для понимания стоит определить, что перевозкой такой считается это перевозка в автобусе группы детей численностью 8 и более человек, осуществляемая без родителей или законных представителей. Оформление заключается у нас в подаче в территориальное подразделение госавтоинспекции уведомление об организованном перевозке групп детей. Подачу осуществляет руководитель или должностное лицо организации, ответственное за поездку. Ну и в большинстве случаев подача осуществляется наручно, могут быть направлены в электронном виде данное уведомление. Уведомление, значит, подается у нас не позднее 48 часов до начала поездки в междугороднем сообщении и не позднее 24 часов до начала поездки в пригородном сообщении. В нем указывается полная информация об организаторе перевозки, о перевозчике, то есть это может быть автобус по договору о фрахтовании, сведения об автобусе, водителе, маршрут движения, время начала и окончания перевозки, количество детей, которые будут находиться в автобусе, сведения о сопровождающих лицах. Но сейчас у вас требована эта услуга, то есть обращаются к вам, да? Ну, сейчас такой санаторный курортный сезон начался, и дети после окончания учебы, соответственно, следуют его в детские лагеря, на какие-то спортивные, развлекательные мероприятия. Поэтому, да, сейчас очень много поездок. Несколько слов о контроле работы легкового такси, потому что это тоже востребованный общественный транспорт, и одно время были проблемы. Ну, на территории Тверской области организован контроль за соблюдением норм действующего законодательства со стороны юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность по перевозке пассажиров легковым такси. У нас имеется межведомственное соглашение о взаимодействии с Министерством транспорта Тверской области и с Ространснадзором, потому что это у нас главные два органа исполнительной власти, которые большей части контролируют деятельность такси, потому что разрешение выдается Министерством транспорта, и у нас действующим административным законодательством также отражено, что привлечение водителей такси осуществляется непосредственно данными органами. В взаимодействии с органами исполнительной власти проводятся профилактические мероприятия, как в областном центре, так и в муниципальных образованиях. Водители привлекаются за нарушение требований прохождения предрейсиво-медицинского осмотра, нарушение требований проведения и за нарушение технического состояния транспортного средства и осуществление предпринимательской деятельности без специального разрешения. То есть лицензия? Так называемая лицензия, да. Ну, наверное, не у всех такая лицензия есть. Да, у нас на постоянной основе, еженедельно выявляются такие случаи. Водители у нас привлекаются за незаконную предпринимательскую деятельность, связанную с пустой лицензии. И, соответственно, ну и таким образом у нас те люди уже, которые когда-то привлекались к ответственности, они более подходят уже по-другому к данной деятельности, регистрируются в качестве индивидуальных предпринимателей и, соответственно, получают в установленном порядке разрешение в Министерстве транспорта и уже официально работают, обретая все требования действующего законодательства. Кстати, водители такси, насколько хорошо и дисциплинированно соблюдают правила дорожного движения, число аварий? Вот есть какое-то, вот много ли фиксируется? Водители такси, если в настоящее время, ну, как-то достаточно, можно сказать, снизилось количество дорожных транспортных происшествий, с участием легкового такси, но, соответственно, у нас, учитывая, что есть водители, водители, которые являются незаконными таксистами, не официально, поэтому, конечно, статистика здесь будет достаточно такая неполная, потому что те водители, которые неофициально осуществляют перевозку пассажиров, они, соответственно, у нас не учитываются как такси, поэтому еще приходится доказывать факт осуществления перевозки пассажиров. И поэтому пассажиру нужно быть осторожным, ну, как определить, законно это перевозка или незаконно, если он вызывает через какую-то организацию? Ну, сейчас эти вопросы прорабатываются у нас, как те приложения, которые мы все пользуемся, это являются агрегаторы. Соответственно, прорабатываются вопросы о том, чтобы агрегаторы подключали к работе только тех водителей, которые имеют официальное разрешение. Поэтому в настоящее время разные случаи бывают. Несколько слов буквально еще раз напомним о правилах тонировки, чтобы наши уважаемые водители не говорили, мы этого не знаем, мы этого не слышали. Что разрешено и что категорически запрещено? Ну, у нас тонировка у нас втражена в техническом регламенте о безопасности колесных транспортных средств, в соответствии с которым у нас светопропускание стекол, через которое обеспечивается передняя обзорность для водителя, должна составлять не менее 70%. Данное требование у нас не применяется к задним стеклам транспортных средств. То есть там можно? Там можно, да. При условии, что транспортные средства оборудованы наружными зеркалами заднего вида, которые удовлетворяют требованность. Ну, видно, да, что происходит на дороге. Да, соответственно, водитель может наглядно смотреть зеркала и контролировать движение свое. В верхней части у нас ветрового стекла допускается наличие светозащитной полосы, выполненной в массе стекля, либо крепление светозащитной полосы прозрачного цвета пленки. Ну, если брать транспортные средства, у нас в тех регламенте отражены это М1, М2, это у нас М1 легковое транспортное средство, М2 это автобус малой категории, М1 это грузовые транспортные средства до 3,5 тонн, то там ширина должна быть данной световой полосы не более 14 сантиметров. Если это более габаритное транспортное средство, это большой автобус, либо грузовики, которые там до 12 тонн, свыше 12 тонн, то ширина данной полосы должна превышать минимальное расстояние между верхним краем ветрового стекла и верхней границей зоны стеклоочистителя, то есть это простонародные дворники. Соответственно, такие требования. Ну, а в случае нарушения по тонировке у нас водители привлекаются по части 3.1 ст. 12.5. В данной статье установлена ответственность за управление транспортным средством, на котором установлены стекла, в том числе покрытые прозрачными цветными пленками, светопропускание которых не соответствует требованиям технического регламента. И как вывод штраф? Как вывод штраф. Ну, помимо штрафа у нас при этом водитель также выдается требование о прекращении противоправных действий, ну и впоследствии водитель, если он не устранил данную неисправность, и данную тренировку за неисполнение требований предусмотрена ответственность уже у нас по статье 19.3 КУАП Российской Федерации, в которой в качестве санкций предусмотрен как штраф, так и, стоит обратить внимание, административный арест. Арест, чтобы не удивлялись потом. И несколько слов о том, Шамиль, куда в столице Верхневожья можно обратиться, чтобы согласовать изменения в конструкции своего автомобиля. Да, потому что мы уже не будем подробно тут рассказывать, все время программы подходит к концу, но куда? Переоборудование транспортных средств у нас в настоящее время оказывается в столице Верхневожья, это подразделение непосредственно управлением ГИБДД по Тверской области и отделом ГИБДД по городу Твери. Обращаться нужно в центральное МРЭО, которое расположено у нас на Волоколандском проспекте, дом 7, корпус 3. Определенный график приема граждан, люди обращаются туда. Для этого предоставляют определенный ряд документов. В числе основных документов, которые необходимы для регистрации внесения изменений в конструкции, это наличие заключения предварительно технической экспертизы, которую испытательные лаборатории выдают, и они отражают там возможности и законности данных изменений, какие требования там должны быть соблюдены, и о том, что после внесенных изменений данных транспортных средств будет соответствовать требованиям технического регламента. Можно ли информацию о том, что можно, чего нельзя менять в своем автомобиле, эту информацию получить на сайте управления ГИБДД? По поводу того, что можно, что нельзя, данные требования, мы в первую очередь основываемся на, есть такое в развернутом виде, называется паспорт транспортного средства. Это в развернутом виде, называется он одобрение типа транспортного средства, которое выдает завод-изготовитель, которым он предусматривает, что либо для шасси транспортного средства, либо для категории машины, что можно на нее поставить, допустим, это двигатель, если завод-изготовитель предусмотрел, что такой двигатель можно заменить на аналогичные модели, там более усовершенственные, либо какое-то доп. оборудование, соответственно, мы основываемся на том, что установлено и разрешено заводом-изготовителем, потому что если собственник транспортного средства решит поставить что-то по собственной воле, то есть двигатель, не подусмотренный заводом-изготовителем, допустим, сильной мощности, то этот двигатель может, как сказать, он мощности не подойдут к характеристикам, допустим, того же рулевого управления тормозных систем, потому что автомобиль-то не только нужно разогнать, но его еще нужно остановить. Поэтому завод-изготовитель все делает, проводя испытания, и, соответственно, закрепляет это все, опять же, в одобрении типа транспортного средства. Ничего случайного в конструкции не бывает? Ничего случайного не бывает. Программа наша подошла к концу, буквально несколько слов совета. Ваш совет автомобилистам региона? Ну, совет автомобилистам, конечно, необходимо следить за техническим состоянием транспортного средства. Некоторые водители, конечно, могут сами не выявить какие-то неисправности. Для этого у нас как раз-таки введено в действие порядок прохождения и проведения технического осмотра. На станциях технического осмотра можно пройти диагностику, и там вам укажут на те неисправности, которые вам необходимо обратить внимание, что нужно где-то, может быть, подтекание, может, плохая тормозная система, возможно, неисправность световых приборов, либо свет как-то не так распределен. Поэтому следите, пожалуйста, за техническим состоянием, и это поможет вам на дорогах, управляя вашим автомобилем, обеспечивать контроль за дорожным движением. Спасибо огромное. Напоминаю, что сегодня у меня в гостях был старший инспектор по особым поручениям управления ГИБДД УМВД России по Тверской области Шамиль Камилов. В студии работала Ирина Чекунова. Спасибо. Будьте здоровы. Соблюдайте правила дорожного движения.